Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы знаете, мы говорили уже о некоторых факторах, которые, на мой взгляд, могут дать возможность Украине очень быстро изменить свою экономическую ситуацию, такие как, скажем, создание индустриальных парков, такие как вопрос трудовой миграции, это тоже очень важный вопрос. Конечно, нулевая декларация, в которой я глубоко убежден, нужно как можно быстро делать. Сегодня я хочу обратить внимание, наверное, на самый главный из факторов экономических, это земельный рынок. В 17 лет существует мораторий. Что такое мораторий? Мораторий – это власть, или кто принимает временное ограничение для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы в будущем уже эти законы как бы ввести. У нас 8 раз его продляют, и никто ничего не делает. То есть, технически государство готово к продаже земли, но политически нет. То есть, чем мотивируют, скажем, противники этого процесса? Первое. Говорят, что придут богатые дяди и все скупят. Дальше. Другие говорят, что потом, когда они все скупят, они уничтожат село, выгонят крестьян. Ну, я вообще не согласен ни с одним из этих факторов. Первое. Ну, еще большой вопрос, придут ли богатые дяди. Мы должны очень сильно радоваться, если они придут. Второе. Я не могу уже, например, много лет, уже лет 10, я не могу купить пай. Один, который посреди моего участка находится в Киевской области. И вот, ну, крестьяне говорят, слушай, ну, нам не надо его продавать. Что мы с деньгами будем делать? Более того, если сегодня обрабатывается земля, ни один фермер ни по какой цене не продаст эту землю никакому латифундисту никогда в жизни. Если он на ней работает, его психология абсолютно другая. Дальше. Давайте скажем честно. Ведь мы людям эту землю дали, государство им дало, а являются ли они собственником? Не являются. Это получается, что мы у них держим конфетку перед носом и как мартышек, образно говоря, дразним. Это же тоже неправильно. По данным статистическим, 10-20% всего лишь селян хотят продать свои паи. И то, знаете, кто это? Это люди, которые по наследству эти паи достались, и они уже живут в городах, и им это все не нужно. Ну, они не являются теми людьми, которых мы можем оставить, скажем, за бортом жизни. Они у них своя жизнь, они живут в городе. А остальные его не хотят продавать. Они хотят быть участниками, они хотят иметь стабильную какую-то жизнь. Они хотят получать стабильный доход, и это дает им право аренды. Но если люди собираются в какое-то коллективное, вокруг какого-то фермера, то они, если земля их, они могут получить кредитование в банке. Они не зависят ни от кого. Вы знаете, это очень важно. И вот, к сожалению, мы лишаем людей этой возможности. И почему-то популисты, которые против, вот они не говорят, что мы из людей сделали рабов. Они наоборот говорят, что мы защищаем людей. И, конечно же, люди не очень грамотные, они в это верят. И, конечно же, политики берут оброс общественного мнения, читают фокус-группы и понимают, конечно же, все люди против. Но на самом деле, это ведь не вопрос не массового людей. Это должно быть те, где ответственное правительство, парламент, которые за это отвечают. Они должны понимать, что нужно государству. Хорошо, предположим, у нас вот 41 миллион этих пахотных земель. Давайте посчитаем цифры. Я очень люблю цифры, потому что они, ну, серьезный показатель. Сегодня стоимость паев оценивается, гектар, где-то, ну, 500 долларов, может, 600 долларов. Есть, даже есть 300. Но, в принципе, все экономисты говорят одно. Если продать землю, то цена его будет до 3000 долларов. Это в первые 2-3 года. Потом она еще повысится, еще на 15-20 процентов. Это тоже говорят экономисты. Давайте сравним. Вот если у нас взять землю хотя бы по 3000 долларов за сотку, это какой объем этого рынка? Это будет 125 миллиардов долларов. А если взять по 10, как в Польше? Это 400 миллиардов. Это 3, даже больше, чем 3 ВВП страны. Представляете, объем рынка, который мы держим закрытыми. Мы, знаете, вот мы все время говорим, вот сегодня не время. Сегодня не время. Я вспоминаю эту всю тему про Одесский припорт. Все говорили, да какой миллиард, какие 2 миллиарда, вы что? Он будет 10 стоить. Представляете, мы не можем его за ноль продать сегодня. Где гарантия, что завтра в Украине будет рост, и мы продадим эту землю дороже? То есть, опять же, мы сидим, ждем у моря погоды. Да нет, ребята, погоду надо делать сейчас. Окей, не верите вы в то, что это правильно. Но, может быть, есть какой-то повод действительно до волнений. Сделайте эксперимент. Продайте там государственную часть земли. Или всю государственную землю, или часть хотя бы ее задать. Второе. Дайте государству право выкупить паи у людей, чтобы они не были рабами, те, которые они хотят. По данным статистическим, больше миллиона гектар реально сегодня либо не имеют владельцев, то есть, грубо говоря, владельцы умерли, либо они как бы в черном рынке находятся, то есть, грубо говоря, ими распоряжаются местной администрацией, а фактического владельца его не существует. Но мы не делаем ничего. И это для меня очень сильно как-то непонятно. Дальше. Что такое покупка земли? Вот представьте себе, человек пришел, любой инвестор, ведь он землю-то никуда не унесет. И у государства, у правительства всегда есть рычаги. Это налоговая система. Ты налогами можешь регулировать, стимулировать одни виды сельскохозяйственной деятельности, и наоборот, облагать большим налогом те, которые, скажем, более рентабельны, и те, которые не совсем выгодны, скажем, государству. Мы обязаны стимулировать животноводство, которое сегодня, я считаю, вообще идет вниз с катастрофическими темпами. Но, конечно же, когда сегодня очень сильно увеличился посевы, скажем, подсолнечника, да, это не самая, скажем, лучшая культура, но она дает большую рентабельность. Так мы можем налогами немножко увеличить налоги на там, где сеется подсолнечник. И уменьшить налоги, или свести их до нуля, или вообще дотации внести на те, скажем, виды культур, которые выгодны государству. Но это легко делается, все это занимается. Ведь когда идет речь о покупке чего бы то ни было, ведь главный, еще раз повторюсь, не вопрос о том, сколько государство с этого получит, а главное, сколько денег будет выинвестировано туда, сколько людей получат рабочие места, как разовьется инфраструктура, как разовьется на основании этого перерабатывающая промышленность, это тоже нужно стимулировать, и тоже налогами. Запретами мы ничего не сделаем, а вот налогами абсолютно легко это сделать. Вот сейчас есть идея там обложить налогом, скажем, экспорт простых там зерновых, каких-то там кукурузы, может, сои, ну может это и логично, для того, чтобы, а переработку наоборот стимулировать. Ну, наверное, супер. Наверное, я бы поддерживал подобного рода как бы факторы. Но это все дискуссии специалистов. Я не хочу сейчас много умничать, я говорю как человек, который просто видит экономическое потенциал государства, и, конечно же, и мой бизнес очень сильно зависит от того, насколько этот потенциал может быть использован. Я много думал, вот все-таки кто же формирует это вот отрицательное мнение, и, знаете, я предполагал, что это агрохолдинги. Думаю, слушайте, они очень четко интегрировались, они научились работать в наших условиях. Они спокойно за бесценок берут эти паи, и я считал, что им это выгодно. Вы знаете, поговорил с владельцами многими, нет, им не выгодно это. Они говорят, мы гораздо, уже мы уже в Украине, и если рынок откроется, то мы будем теми, скажем, трансферными организациями, через которые эти деньги могут в какой-то степени и будут заходить. Мы сможем эту землю свою выкупить, мы сможем выпустить банды, под которые мы привлечем дополнительное финансирование, мы сможем развить и переработку. То есть они за. Вопрос, а кто же тогда против? И знаете, вот я пришел к очень такому, на мой взгляд, не очень хорошему выводу, что против те, кто собирается завтра прийти к власти. Но кто сегодня еще не у власти? Они не хотят дать заработку, они предполагают, что сегодняшняя власть в состоянии на этом рынке очень много заработать. И, конечно же, они думают, нет, мы сейчас им заработать не дадим, мы сами придем и сами заработаем. И вот я других аргументов, честно говоря, не нашел. И, на мой взгляд, это очень грустно. Поэтому, уважаемые господа, давайте думать все-таки о государстве в первую очередь, потому что в этом заинтересованы все. В этом заинтересованы и учителя, и врачи, и все-все государство. Если мы сможем увеличить оборот какого-то сектора экономики, вот, как я цифры, когда называю, мне самому страшно, там это сотни миллиардов долларов, ну, я не знаю, ну, на мой взгляд, это преступление это не использовать. Всем до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова